Солнце золотое Или злаковое поле с яркими цветочными островками забыть сложно Среди растительного разнообразия в природе легко заметить дикорастущие луговые цветы Удивительный мир цветов У каждого свой характер и своя тайна красоты О цветах создано множество легенд и сказок Сегодня мы совершим погружение в этот прекрасный сказочный мир легенд о цветах Жил соцветы на лугах и полях Их огромное количество Украшающее своими теплыми и яркими оттенками пашни и луга Одуванчик На языке цветов одуванчик означает счастье и преданность Об одуванчике во всем мире сложено множество древних легенд И в каждой из них признание в любви к этому волшебному цветку Вот одна из них Одуванчики – дети солнца По просьбе отца они должны были каждую ночь зажигать на небе фонарики Помогать луне освещать землю Но дети так часто бывают непослушными Вот и одуванчики не спешили выполнять повеления отца Луна очень рассиделась на капризных детей И послала им в наказание такой сильный ветер Что тот сдул все одуванчики с небес на землю Отец солнца расстроился и пообещал Что его дети будут светить на земле так же ярко, как он светит на небе Одуванчики до сих пор стремятся вернуться на небо Превращаясь в пушинки и разлетаясь по всему свету Купальница Во многих регионах России у нее разные названия Троллиус, Купава, Купавница, Сибирская роза Огоньки, Колотушки, Балаболки А Купальница у разных народов свои легенды и предания Давным-давно на одной волшебной земле Жила влюбленная парочка Звали их Иван и Купава Красивая молодая пара все свое свободное время проводила вместе Однажды они придумали праздник летней теплой целебной воды С купаниями в водах реки, с кострами для красоты и обряда очищения С песнями, хороводами, плетением венков девушками и загадыванием желаний Праздник получился на славу И решили его отмечать каждый год Но пришла беда Иван ушел защищать мирную жизнь И погиб А на поле, где он умер И у родной реки Выросли красивые цветы Ярко-желтого и оранжевого цвета Которые люди назвали Купальницей Или жарками в честь праздника Названо в честь Ивана и Купавы А потом стали называть Иван и Купала И когда расцветает Купальница Начинается сезон купания Луга, поля, окраины автомагистралей Лесные опушки часто украшают цветы С синими и небесно-голубыми лепестками Незабудка Своё сказание о незабудке Есть почти в каждой европейской стране Старейший известный нам мифов Пришел из Древней Греции Богиня растительного мира Флора Одарила всех своих подопечных Чудесными именами Но забыла о неприметном Маленьком голубом цветке И когда богиня проходила мимо Тот прошептал ей след Не забудь меня Именно так и нарекла его Флора Одарив вместе с трогательным именем Ещё и способностью возвращать каждому Кто взглянет на цветок Память о позабытом доме Любимых и родных Есть и другая история Которая рассказывает О парне и девушке Гулявших у берегов Дуная Девушка попросила жениха Достать ей голубой цветок Растущий у самого обрыва И тот исполнил её просьбу Но не удержался И сорвался в реку Буйное течение унесло его И последнее Что он успел выкрутить любимой Не забудь меня Через несколько дней Его тело нашли у берега И в руках он сжимал Тот самый голубой цветок Невеста похоронила своего любимого Посадив на его могиле Эти цветы Которые с тех пор и получили Своё имя Вероника Дубравная В переводе с латинского Настоящее лекарство Так как Вероника Издавна используют в медицине Народная легенда повествует Что раньше такого растения Как Вероника Дубравная Нигде не было на земле Однажды красивая девушка Желая спасти своего любимого жениха Который очень страдал От неведомой болезни Обратилась за помощью К колдуну Травнику Она молила Дать её сушеному Чудодейственную траву Которая может Излечить его Но колдун ответил Что такой травы Не существует И тогда девушка Пала на землю И превратилась в нежную траву С невинными голубыми цветами Именно эта трава И излечила больного юношу И эта трава Стала олицетворением Любви Верности Молодости И жажды жизни Она и поныне Носит название Верность Ники Упоминая Отважный шаг Любящей девушки С тех пор В народе и бытует мнение Что Вероника Может поднять на ноги Очень больного человека В России Вероника Дубравна Известна как Змеиная трава Поскольку Ей Приписывает Способность Отпугивать змей Существует Легенда О появлении Герани Связанная С перелетом Журавлей Однажды Во время Осеннего перелета Один из журавлей Отбился От журавлиной стаи Устав От далекого Перелета И выбившись из сил Он упал Прямо в чистое поле Осенний дождь И холод Сковали Красивую птицу А выпавший За осенним Дождем Снег Полностью Покрыл Журавля Погибая Журавль горько Плакал О своих близких О небе Которое он так любил И который был Недостигаемо До него Из глаз Умирающего журавля Выкатилась Леза Она замерзла И превратилась В льдинку Именно Из этой льдинки Весной выросло Прекрасное растение С цветами Похожие На лазоревое небо О котором Плакал Журавль Вот и назвали Растение Геранью Что в переводе С греческого Означают Журавль А славяне При помощи Герании Привлекали Внимание К себе Полюбившегося Человека Для этого Лепестки Клали В полотняный Мешочек И постоянно Носили С собой О белых цветах Тоже существуют Легенды Это И ландыш И подснежник И тыщилисник Но самый Трогательный И милый цветок Это ромашка Букет Из ромашек Это символ Искренности Беззаботности Бесконечной Радости Эти цветы Просты Но невероятно Очаровательны Ромашка Всегда была Символом Солнца Тепла И света Еще несколько Веков назад В народе Верили Она вырастает Там Где ночью Упадет на землю Яркая Сверкающая Огнями Звезда Древние люди Считали Что ромашка Цветок Посвященный Богу солнца Они думали Что это растение Маленькое Солнышко Которое С собственными Лепестками Соединяет Множество Дорог и Судеб А так как У каждой Ромашки Количество Лепестков Разное То возникла Традиция Гадать На этом Цветке На свете Жила девушка И был у нее Любимый Роман Который Делал для нее Подарки Своими руками Превращал Каждый день Жизни Девушки В праздник Однажды Роман Лег спать И приснился Ему Простой Цветок Желтая Сердцевинка И белые лучики Расходившиеся В стороны От сердцевины Когда он Проснулся Он увидел Цветок Рядом с собой И подарил Его Своей девушке А девушка Захотела Чтобы такой Цветок Был у всех людей Тогда Роман Отправился На поиски Этого Цветка И нашел Его в стране Вечных снов Но царь Этой страны Не отдал Цветок Просто так Правитель Сказал Роману Что люди Получат Целое Ромашковое Поле Если молодой Человек Останется В его стране Ждала Девушка Своего Любимого Очень долго Но в одно Утро Она проснулась И увидела За окном Огромное Белое Желтое Поле Тогда Девушка Поняла Что ее Роман Больше Не вернется И назвала Цветок В честь Своего Любимого Ромашкой Теперь Девушки Гадают На ромашке Любит Не любит Любит Не любит С недавних пор Ромашка Стала еще и Одним Из главных Символов Дня Семьи Любви Верности В нашей Стране Как видите Множество Сказаний Повествуют нам О событиях Связанных С растениями В основном Все связаны С высшими Человеческими Чувствами Любовью Гордостью Верой Надеждой Верностью Смелостью Любовью К своему Дому Смелостью 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 Смелостью